как забыть прошлое и жить настоящим очень часто люди говорят о том что они зашли в сценарий что такое сценарий когда человек приходит к специалисту например да либо кому-то из близких говорит ты знаешь у меня все повторяется вот у меня прошлые отношения были такими вот у меня на прошлой работе было вот так вот у меня на этой работе вот так или там реже конечно это имеет отношение к детям но чаще да то есть чаще мы говорим о сценарном тупике когда имеем дело с семейными отношениями взаимоотношениями партнеров и когда имеем дело с какими-то социальными связями работой и так далее что в этом случае мы должны понять какой опыт мы можем извлечь из прошлых ситуаций вот здесь наверное самый важный момент отличать самокопание от самоанализа самоанализ ситуации формирование выводов и умение им пользоваться на будущее самокопание это промалывание той же ситуации без сопутствующих выводов и без привнесения их уже в новую в новую жизнь очень часто люди на 70 процентов они занимаются самокопанием они начинают возвращаться что в самокопании происходит самоуничижение синдром жертвы то есть включается жертвенность где-то себя жалко где-то все раздражают где-то все пошло не так да то есть поиск виноватого у кого что при обладает да у кого-то самообвинительные реакции у кого-то внешне обвинительные бывают люди у которых виноваты вот они все сами и все вот опять я опять все со мной что-то не так и начинается поиск причин внутри самоедства у некоторых бывает по-другому все виноваты поезд разбился виноват стрелочник то есть вот здесь вот здесь тоже опасный момент когда человек может не увидеть а где же в нем то проблема да но опять же я не сторонник говорить о том что корень зла всегда в тебе вот здесь правило золотой середины ищите моменты которые вы отмечаете у себя что вы не сделали какие выводы и ну вот тут а многие говорят что я должен извлечь какой-то там вот какой-то там вот эзотерический опыт да может быть но опять же туда эзотерики может не дойти все банально просто и на поверхности но есть такое понятие знаете авторские грабли да чему бы грабли не учили а сердце верит в чудеса и мы как бы получая какой-то жизненный опыт мы думаем да ладно да сейчас вот ситуация на чуть-чуть по-другому и я раз и все здесь кто-то говорит о зоне комфорта но опять же зона комфорта она же тюрьма мы же понимаем да и здесь человек может зайти вот в тупиковую ситуацию когда ему действительно в тот момент было плохо а он потом решил что он сознание же она у нас настроена на стирание негатива и соответственно потом человек решил что да не так было и плохо и ничего страшного если мы это повторим и повторяем поэтому вот как отпустить все то что накопилось в прошлом прошлое болезненные отношения неудачный опыт партнерских отношений до неудачный брак у кого-то это может быть не совсем удачная работа это может быть не совсем какие-то но взаимоотношения правильные с родителями сейчас очень модно сидеть там на горшке но тут я всем говорю что давайте мы немножечко переедем в сегодняшнюю жизнь да тот же дядечка фрейд говорил о том что все что случилось нами до пяти лет нам не хватит всей жизни чтобы исправить это но опять же есть и другие подходы есть и другие взгляды на ситуацию и мы должны подходить к этому комплексно первое что мы должны сделать мы должны понять насколько это был психотравмирующий опыт что мы извлекли из него негативного и что нам дало это в позитив вторичная выгода есть техника определения вторичной выгоды что мне дала эта ситуация чему она меня научила где она сделала меня сильнее но не зря же есть фраза то что не убила меня вчера завтра сделает меня сильнее возможно вот это то самое это первое второе не приносите эти ощущения которые были там в новую ситуацию не вспоминайте те ощущения потому что опять же принцип входа в воду говорят же в одну воду дважды не входят но опять же есть и другой момент река тоже место тоже вода другая течение жизнь та же самая поэтому здесь мы как раз говорим о том что пожалуйста оставьте прошлые эмоции вы стали на год на два на три старше оцените свои параметры по которым изменилась ваша жизнь на вы не тот человек который был год назад что в вашей жизни докажите себе что в ней есть изменения если есть изменения скорее всего реакции сто процентов идентичные не будут не накручивайте себя что это вот знаете как эмоциональная память до 10 человеком случилась паническая атака избегающее поведение и очень часто люди не развиваются не испытывают каких-то новых эмоций потому что боятся не вступают опять же в новые отношения потому что боятся что там будет также как было уже когда-то поэтому вот второе мы не привносим эмоции третье мы не начинаем анализировать с точки зрения прошлого опыта а вот тогда я сделала вот так это новая ситуация и ты теперь уже опять же возвращаясь второму пункту ты новый человек это новая реакция это новый партнер да это новая работа там новые люди опять же мы разбираем ситуацию с эффектом новизны что нового даже в повторяющейся ситуации да очень часто женщины приходят с тем что повторяют ошибки предыдущих не удавшихся отношений в будущем на здесь конечно мы разбираемся что происходит женщиной что происходит конкретно с ней и что уже обусловлено новой продиктованной ситуации если человек не может сам определиться в этом случае конечно обратиться за помощью к специалисту который разложит вот эти вот параметры для понимания чтобы было понятно но опять же тут я всем говорю что не сильно увлекайтесь вот этими вот какими-нибудь картами там еще чем-нибудь ну то есть как бы давайте в здравости да то есть нам нужно и опять же не надейтесь на специалиста как на волшебную палочку потому что это вы а это другой человек и специалист задача специалиста трансформировать и выдать вам информацию ту же что вы подали только немножко в другом виде чтобы вы немножко посмотрели на нее с другой стороны и конечно же позитивный настрой вот я сейчас скажу совершенно банальную вещь но смотрите на жизнь позитивными глазами вот люди которые про которых говорят они с ноткой пофигизма они просто не накручивают себя потому что тенденция к накручиванию себя к приданию эмоциональной значимости ситуациям которые ну как в простонародье говорят вы единого яйца не стоит на это как раз тенденция к самобичеванию к накручиванию себя когда ситуация она еще не произошла банально человек идет на собеседование и говорит да ну да мне опять скажут а вдруг меня вот это и когда работодатель ему говорит ну хорошо через неделю приступайте то есть у человека но есть люди которые специально так себя накручивают они как говорят лучше пусть это будет приятной неожиданностью чем ожидаемой какой-то негативной реакции опять же будьте позитивнее будьте стабильнее и пусть мы будем решать проблемы по мере их поступления и даже детям я всегда родителям говорю если ваш ребенок говорит у меня не получится первый правильный вопрос который вы ему должны задать а что ты намерен делать когда не получится а не получится это как а что ты будешь чувствовать и какие действия ты предпримешь а чем я могу тебе помочь если не получится задайте эти вопросы себе и это будет вашей точкой развития и преодоление того негатива который накопился до